Какой водитель не мечтает проверить на прочность свое авто? Именно для любителей скорости 7 лет назад был создан турнир, в котором теперь могут потягаться между собой обладатели любых машин. Теперь впервые этап соревнований прошел в Рязани на автоспортивном комплексе Атрон. В молодших классах можно ехать практически на всем абсолютно, то есть на совершенно гражданских автомобилях, единственное, что есть требования по безопасности. Для гражданских машин это наличие обычных ремней безопасности, исправно работающая тормозная система, головной свет и шлем для пилота. Переделанные авто должны отвечать большим требованиям. А вот лошадиные силы роли не играют. 70 или 400 в любом случае можно участвовать, поскольку машины и заезды делятся по классам. 8 классов, участвуют сегодня 4 класса. Мой, Сити-трек, есть Сити-стрит, это класс младшая. Так, а по-русски как-нибудь это переводится для обычных граждан, чтобы они точно поняли? Для обычных граждан мощность и вес. За годы существования в турнир добавилось 7 новых классов. Участники начали строить каркасы безопасности, работать над аэродинамикой и скоростью автомобилей. Мы создаем некую ступеньку людей от любителей к профессионалам. Мы всем говорим, что нет гонок на дорогах общего пользования, есть гонки на автодромах, приезжайте, участвуйте, и возможно именно вы поедете в чемпионате России по кольцевым гонкам при нашей поддержке. Этот же турнир проходит в формате тайм-атак в два дня. Представитель рязанской команды объяснил, как это происходит для каждого отдельного участника. Выделяется 5 заездов, они длятся по отметке 7 кругов. Первые 3 круга это примерно прогрев, потом уже боевые идут, и 3-4 боевых получаются, и остывочные. В итоге за день проезжается порядка 35 кругов, из них, наверное, 15-20 это прогрев. То есть я к чему веду, что это 15 всего лишь тех зачетных кругов, которых можно получить свое время. Только одно лучшее время из 35 кругов идет в зачет. В первый день рекорд в своем классе, и второй результат среди всех автомобилей показал один из рязанцев. Мы всю зиму старались делать ее лучше, быстрее, легче. Вот. И плюс руки вчера встали как правильно, то есть все нормально стало. Руки стали понимать, куда рулить, в общем, все хорошо. Второй день для рязанца, выступавшего на этом же авто, не задался. С самого утра начались проблемы с электрикой, машина не заводилась, затем пробили колесо. Потом забыли закрыть капот, который в начале заезда открылся и разбил лобовое стекло. Взлетал капот, что-то еще? Взлетал капот, да. Классическая ситуация, когда один открыл, а второй поехал. Абсолютный же рекорд трассы 51,8 секунды поставил этот BMW, выступавший во втором по крутости классе после Unlimited. Здесь в основном машины не столько мощные, сколько они должны быстро поворачивать. Как говорили великие гонщики, гонки выигрываются в поворотах, а не на прямых. То есть в этой машине все сделано максимально для быстрого прохождения поворота. Здесь-то как раз ребята потрудились и над аэродинамикой. Они создали крыло, повернутое вверх ногами, проходящее через всю машину. Это элемент аэродинамики, то есть продолжение с носа берет, воздух поток до сюда выходит. И, соответственно, здесь, скажем так, отделяется уже от машины, тебя сам придает и дополнительное прижимное силу. Летит не отрываясь от земли. А вот в классе Unlimited такого не встретишь. Там другие нюансы. Я как бы могу передать ему слово, и он вам подробно как бы расскажет. А нужно я верну слово? Нет. Давай, ты как бы расскажи. А вы сами? Так, вы мне расскажите, что, почему у нее вот колесики укутаны? Мы поставили грелки, чтобы выезжать уже на теплых прогретых шинах и не прогревать их на треке, не терять трек-тайм и кататься в свое удовольствие, получать удовольствие. Еще в этой машине улучшили каркас безопасности. Теперь он на восьми точках. Сидения, руль, ремни безопасности амалогированные. То есть соответствуют установленным международным стандартам безопасности. Мы должны соответствовать регламенту, и мы должны заявлять, что у нас и где. Если мы что-то поменяем в моторе, мы должны будем прийти и сказать, мы это поменяли. То есть у нас сильно улучшатся времена, нас могут просто прийти, вскрыть мотор, проверить, что там не так, и не допустить к следующему этапу. После Рязани абсолютно все пилоты имеют право принять участие в оставшихся семи этапах. Через две недели Смоленск, потом через месяц Нижний Новгород. Дальше еще планируется Казань, подмосковный автодром Мечково, и может быть Грозный. Может быть. Пока это под вопросом. Какой автодром вам больше всего нравится из всех этих городов? Ну, родной, Атрон, конечно. Так долго вы ждали, и очень счастливы, что он у нас появился. Несмотря на то, что Рязань принимает соревнования впервые, участники и организаторы остались в восторге от автоспортивного комплекса. И неспроста. Автодром Атрон признан лучшим в России по итогам прошлого года и не собирается сдавать позиции. Шикарный автодром. Здесь самая лучшая инфраструктура среди всех российских автодромов. Очень удобно наличие гостиницы, наличие хорошего кафе, хорошего питания. Никуда не надо ездить, не надо рано вставать, добираться до автодрома. Это просто супер. Очень круто, не ожидал даже. На самом деле очень хорошо. И логистика, и сам трек, и люди принимают. Ну, в общем, пока только одни положительные эмоции. Мы провели консультацию с РАФ, нам сказали, что да, этот автодром может принимать АМАТАК, поэтому мы спокойно сюда приехали. И, как показала практика, оказались правы, с чему рады. И всем советуем сюда приезжать, Рязань, гостеприимные места. Очень хороший автодром. Здесь же проходят соревнования по картингу, ралли-кроссу, русская дрифт-серия. Однако еще пять лет назад гонщики могли только мечтать о таком месте. Ну, диалог по созданию гоночной трассы в области начался где-то в 2012 году. То есть непосредственным вдохновителем был Дмитрий Викторович Малахов. На сегодняшний день он продолжает. Он тогда выступал в профессиональных гонках, да, и на сегодняшний день он выступает. И в 2012 году было принято решение приступить, ну, не то чтобы уж к строительству, но, по крайней мере, к созданию проекта автодрома. Так что развитие автоспорта в Рязани идет в гору благодаря таким людям, как Дмитрий Малахов. В декабре 2016-го он стал президентом Федерации автомотоспорта Рязанской области. А сейчас Дмитрий планирует продолжить борьбу за звание чемпиона России по ралли-кроссу. В 2015 году он сумел получить этот титул. Соответственно, в прошлом году он стал серебряным призером. И в этот год он также планирует ехать в чемпионат России именно по ралли-кроссу. Но я думаю, что в этом году будем биться только за золото. Соответственно, если в 2015 год было это первое место, в 2016 год получил второе место, наверное, хочется вернуть себе в кубок первого. В эти дни на автодроме состоялось тестирование автомобилей, которые выступят в первом этапе чемпионата России по ралли-кроссу. Он состоится в Рязани. Ну а что касается прошедших любительских соревнований, организаторы планируют продолжить проводить этапы на автодроме Атрон. Так что кто еще не принял участие в любительских гонках, может подумать над этим до наступления следующего сезона. Ограничений для прохождения крутых виражей практически нет.